Добротолюбие. Часть первая. Вступление. Предлагая любителям духовного чтения, известное всем добротолюбие в русском переводе с прибавлением к нему, долгом считаем сказать несколько слов о том, что такое есть добротолюбие. Этим словом переведено греческое название его «филокалия», которое означает «любовь к прекрасному, возвышенному, доброму». Ближайшим образом оно содержит в себе истолкование сокровенной в Господе Иисусе Христе жизни. Сокровенная в Господе нашему Иисусе Христе истинно христианская жизнь начинается, раскрывается и к совершенству восходит в своей для каждого мере по благоволению Бога Отца действием, присущей в христианах благодати Пресвятого Духа под водительством самого Христа Господа, обетовавшего быть с нами во все дни неотлучно. Благодать Божия призывает всех к такой жизни, и для всех она не только возможна, но и обязательно, потому что в ней существо христианства. Причастниками же ее являются не все призванные, и действительно ее причастники не все причащаются ее в одинаковой мере. Избранники глубоко в нее входят и по степеням ее высоко восходят. Проявление ее равно, как и богатство области, в которой она раскрывается, не менее обильной и разнообразной, как и явление обычной жизни. И если бы могло быть ясно понято и понятно изображено все бывающее там, вражеские нападения и искушения, борьбы и одоления, падение и восстание, зарождение и укрепление разных проявлений духовной жизни, степени общего преуспеяния и свойственное каждое состояние ума и сердца, взаимодействие во всем свободы и благодати, ощущение близости и отдаления Божия, чувство промыслительного вседержительства и положение себя окончательное, безвозвратное в десницу Господню, с отложением всех своих способов действования, пренепрестанном, напряженном действовании, если бы все сие и многое другое неразлучное с истиной в Господе жизнью могло быть ясно и удобо понятно изображено, то представила бы картину, сколько привлекательную, столько же и поучительную, картину, похожую на всемирное путешествие. Путешественники пишут путевые заметки о всем, что встречают достойным внимания на пути своем. Писали свои заметки избранники Божии, в разных направлениях проследившие все тропы духовной жизни, о всем, что встречали и испытывали всем многотрудным шествованием своем. Но участь и назначение тех и других заметок не одинаково. Не имеющие способов путешествовать могут и не двигаясь с места составить себе довольно приблизительные понятия и представления о чужих странах посредством чтения путевых заметок других путешественников. Потому что формы жизни всех тварей больше или меньше походят одни на другие, в каких бы странах они ни проявлялись. Не то бывает в отношении к опытам духовной жизни. Понимать их могут только шествующие путем сей жизни. Для не вступавших на него это совершенно неведомая наука, но и вступившие на него не все вдруг понимать могут. Их понятия и представления выясняются по мере шествия и углубления в страну духа. По мере умножения собственных опытов духовной жизни становятся ясными и понятными указаниями опытов, замеченных святыми отцами в Писаниях. При всем том, однако же, изображение разных проявлений духовной жизни, заключающиеся в святоотеческих писаниях, не есть дар напрасный и для всех вообще христиан. Оно дает всякому понять, что если он не испытал еще того, о чем говорится всем о Писании, то значит, что установившийся для него образ жизни, несмотря на то, что с ним мирится его христианская совесть, не есть законченное совершенство, лучше которого нечего желать и выше которого некуда идти. Давай же это понять, оно не может не возбудить ревности к преуспеянию, не может не манить вперед, указывая там нечто лучшее, нежели чем обладает он. Для тех, которые вступили на путь к лучшему и совершеннейшему, оно дает нужные указания в сомнительных и недоуменных случаях, когда нет наличного опытного руководства и когда и это самое встречает неразрешимости, не позволяющее давать окончательные решения, которые устраняли бы всякое колебание в шествующем. Очень важно бывает знать, как и куда ступить ногой в известном случае, чтобы не сделать ошибки. И вот здесь какое-нибудь изречение отеческое разгоняет тьму, воссеяв подобно лучу молнии среди ночи. Вообще же, это теплица духовная, в которую верующий, прочитывая указания о явлениях духовной жизни, входит сознанием и сердцем, и, подлежа там ощутительным влиянием возбужденных созерцаний, чувствует, что он витает все минуты в иной некой атмосфере, светоносной и живоносной. Это отрадные моменты, и в продолжении их-то обычно зарождаются и зреют разные отпрыски на древе духовной жизни. И потому нет ничего дивного, что испытавшая это, как только улучшает свободную минуту, спешит к опытным описаниям духовной жизни, как любящий прибыль спешит к местам прибыли обещающим, и любящий удовольствие к местам у тех. Он часто при этом желает подышать оживляющим и ободряющим воздухом духовным. И однако же, это не есть праздное любопытство. Нет. Это есть дело существенной необходимости для преуспеяния и благосостояния нашего духа. Вот почему между истинными христианами всегда была и есть потребность иметь под руками святоотеческие писания о духовной жизни. Насколько похвально чувство такой потребности, столько же обязательно удовлетворение ее от лица тех, кои имеют долг тому и силы на то. Она и была всегда удовлетворяема, как изданиями сих писаний в полном их составе, например, святых Макаре, Исаака и Ефрема Сириан, Лествичника и других многих, так не менее того и сборниками из них. К числу таких сборников принадлежит и известное всем добротолюбие, как наилучшее из них. Понятно теперь, что есть добротолюбие. Оно дает нам словеса и главизны священного трезвения, то есть и полные рассуждения, и краткие изречения о внутренней духовной жизни со всеми свойственными ей проявлениями и деланиями. Эта книга, составленная в удовлетворении духовных потребностей, в ревнителях о духовном приспиянии. Читающие ее знают, какие сокрыты в добротолюбии сокровища духовной мудрости. Читают и услаждаются. Но, услаждаясь и назидаясь чтением его, они не скрывают скорбного сожаления, что многое в книге остается непонятным, не по высоте и глубине содержания, а по устарелости перевода. Очевидно, потому потребность нового перевода сей книги. Потребность эта создана давно и удовлетворялась в известной мере переводами, помещавшимися в христианском чтении с первых годов его издания и изданиями отдельных статей, входящих в состав добротолюбия, как, например, святого Максима о любви. Она есть и в греческом добротолюбии. Исихи, Петра, Дамаскина. Составитель настоящего сборника и имел сначала в виду лишь проверить переведенные уже, доперевести непереведенные и дать читателям добротолюбие в русском переводе полное в том составе, какое имеет оно на греческом языке. Но потом он пришел к убеждению, что для нас необходимо увеличить добротолюбие и против того объема, какой имеет оно на греческом. Потому что, хотя греческое добротолюбие полнее славянского, но все же оно не содержит всего, что дали нам святые отцы в руководство к духовной жизни и чем желалось бы доставить и пользу, и утешение любящим такое чтение. Отсюда предлагаемый сборник тоже добротолюбия, только увеличены. Наш новый сборник идет по следам прежнего добротолюбия, но замечая, что у того отца, которого статья помещена в нем, есть и другие статьи, обращается к ним. И если находит их сообразными с своим характером, принимает в себя и их. Также, замечая, что между отцами, у которых заимствованы статьи, были и другие отцы, оставившие нам писание духовной жизни, обогащает себя и ими. Так у святого Антония в прежнее добротолюбие взяты только его наставления в ста семидесяти главах. Новый сборник вносит в себя и прочие писания святого Антония. Святой Макарий там опущен. Из него внесены метафрастовые перефразы наставлений в ста пятидесяти главах. Наши семь слов. Здесь представлены из него наставления в некотором систематическом порядке его собственную речью. Из Исаии Отшельника там имеются только двадцать семь глав кратких изречений. Здесь помещаются все известные его двадцать девять слов в новом переводе с греческого. То же сделано в отношении к Евагрию и святому Марку Подвижнику. Так поведется дело и в последующем собрании статей. Таков образ составления нового добротолюбия. Оно будет идти по примеру прежнего с дополнением его, чтобы не лишить любителей сего чтения ничего, что встречено будет благопотребного к руководству их, к жизни по Богу. Об образе внесения статей долгом считаем предъявить, что не все писания будут вносимы сполна. Многое гораздо удобнее представить в извлечении. Это и будет делаемое иногда в каком-либо систематическом порядке, а иногда без него, в виде отдельных изречений. Но самые наставления отеческие всегда будут предлагаемы их собственными словами. Предлагается читателям первая книга добротолюбия в новом его составе. В нее входит Писание святого Антония, извлечение из бесед святого Макария, слова Исаия Отшельника, наставление святого Марка Подвижника, Писание Евагрия Монаха. В таком порядке статьи идут и в греческом добротолюбии. В нашем святой Кассиан, стоящий там между Евагрием и святым Марком, отлагается до следующей книги. Сопровождаем наш сборник искренним желанием, чтобы любители духовного чтения находили в нем то, что желалось вложить в него для них составителям. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Святой Антоний Великий. Несколько слов о жизни и писаниях святого Антония Великого. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Святой Антоний Великий, положивший начало уединенно-пустынному подвижничеству, жизнью своей представляет идеал такого рода богоугождение. И вместе путь, которым и всякая душа, если захочет, должна идти к возможному для нас на земле совершенству, подаемому христианством. Жизнь святого Антония описана святым Афанасием Великим и почти без сокращений помещена в наших чей-теминеях под 17 января. Желающий знать ее подробно, пусть обратится туда. Здесь указываются только общие черты ее. Божье избрание святого Антония на дело им совершенное обнаружилось в нем еще в детстве. Тихий, теплосердечный нрав, склонный к уединению, отстранял его от детских резвостей и шалостей сотоварищества и держал в доме на глазах родителей, которые блюли его, как зеницу ока. Так и вырос он в этом отрешении от людей, выходя из дома только в церковь. При таком настроении и порядке жизни благодать Божия, полученная в крещении, беспрепятственно действовала на созидание Духа и без особых усилий с его стороны. Очень естественно, что он рано ощутил сладость жизни по Богу и распалился божественным желанием, как говорит святой Афанасий. Не находя препятствий к такой жизни в доме, ибо и родители были того же Духа, святой Антоний не обнаруживал никакого желания оставить его, пока живы были родители, и избавляли его от неизбежных житейских забот. Но когда отошли они к Богу, он, оставшись старшим, должен был принять на себя заботы по управлению дома и пропитанию сестры. Это тотчас дало ему ощутить великую разность жизни в Боге и многопопечительной жизни житейской, и положило твердое начало его желанию все оставить и жить только для Бога. Слышанное им в этом настроении в церкви слово Господа, «Още хочешь и совершен быть, иди, продашь имение Твое, и дашь нищим, и иметь им, иши сокровище на небеси», и потом другое «не пицитеся наутрии», запечатлели сие желания печатью Божескою. Ибо в словах тех он слышал Божий ответ на вопросы совести своей, и вместе Божие повеления и благословения на исполнение сокровенных желаний и стремлений своего сердца. Он решился решимостью нераскаянную, и все раздав, начал жить для единого Бога. Первые годы мироотреченной жизни своей святой Антоний проводил так же, как проводили ее другие, известные тогда подвижники, от них всему научаясь. Известно, что мироотреченное подвижничество, в коем отрешившись от всех житейских забот, ревнует единственно о том, «Како угодите Господи?» в Церкви Божией установилось с самого ее основания, как существенная необходимость встроя ее, и от святых апостолов получила первые основоположительные законы. Но сначала аскеты, так назывались люди, посвящавшие себя сему роду жизни, отрешаясь от мира и житейских забот, оставались в своих домах, только уединялись где-нибудь в невидимом уголке, и и там предавались молитвам, богомыслию, посту, бдениям и всем подвигам. С течением же времени, когда христианство расширилось в пределах и числе верующих, многие подвижники стали оставлять свои семейства и, удаляясь с загород или селения, там в глуши проводили уединенную жизнь в какой-нибудь естественной пещере, в запустелом гробе или в нарочно устроенной небольшой келье. Ко времени святого Антония подвижники наиболее ревностные жили преимущественно таким образом. Им подражать возревновал и святой Антоний Великий. Начало жизни подвижнической послушничества. Его проходил святой Антоний в подражании и послушании тем подвижникам. Существо послушничества состоит в утверждении в сердце христианских добродетелей и в усвоении порядков подвижнической жизни под руководством опытнейших. Христианские добродетели вынес святой Антоний из воспитания. Теперь ему предлежало только узнать, какие подвиги необходимы для возревновавших жить в Боге и как их надо совершать. Для этого он ходил к известным тогда подвижникам, разузнавал, как, что делать, научался тому и возвращался с тем приобретением, как с добычей, в свое уединилище. Таким образом, как замечает святой Афанасий, он, как мудрая пчела, отовсюду собирал себе духовный мед, слагая его в сердце свое, как к вулей. У одного перенимал он строгость воздержания в пище, спание на голой земле, продолжительное бдение. У другого научался неутомимости в молитве, вниманию к помыслам и богомыслию. У третьего брал пример трудолюбия, верности правилам и терпению. И у всех заимствовал тот же дух твердой веры во Христа Господа и братской ко всему любви, в себе одном стараясь сочетать все, чем особенно отличался каждый из виденных им отцов. Без поверки своей жизни, жизнью других и бесстороннего руководства никто не достигал высших степеней подвижнической жизни. Означенными старцами святой Антоний поверял свою жизнь и их руководством был направляем по неуклонному пути к совершенству. В этом послушническом воспитании провел он лет пятнадцать, живя заселением в гробнице, сначала не так далеко, а там и подальше, куда приходил к нему один искренний ему селенин, принося хлеб, единственную пищу святого Антония, и отбирая рукоделие, ибо святой Антоний жил трудами рук своих. Все время свое он делил между этим рукоделием, молитвою и размышлением о божественных истинах Писания, в каких деланиях утвердил его и явившийся ему ангел Божий, когда однажды томил его дух уныния. Как текла в это время жизнь его, приводим о том свидетельство Сазамена, который пишет о святом Антонии. Изведав, что добрая жизнь от привычки делается приятную, хотя на первый раз бывает и трудна, он придумывал опыты подвижничества все более и более строгие. С каждым днем становясь воздержаннее и, как бы всегда, только начиная, придавал новую силу рвению. Телесное удовольствие обуздывал трудами, против страстей душевных вооружался богомудрую ненавистью к ним. Пищей его был хлеб с солью, питьем вода, а временем обеда закат солнца. Нередко, впрочем, дня подва и боли оставался он без пищи. Бодрствовал же он, можно сказать, целые ночи. И в молитве встречал день, а если и вкушал сна, то на одну минуту. Ложился большую частью на голой земле, и только землю имел своею постелью. Намощаться же елеем, мыться и пользоваться другими удобствами он себе не позволял, так как от этого изниживается тело. Ленности терпеть не мог, и работа не выходила у него из рук почти целый день. Таким притрудным путем шел святой Антоний. Но, как известно, такая жизнь без борьбы не проходит, как не бывает света без тени. Не будь в нас греха, и не имеем мы врага, одно добро раскрывалось бы в нас и росло беспрепятственно. Но, как тот и другое есть, и оба предъявляют свои на нас права, то никто не обходится без борьбы с ними. Надо обессилеть их и победить, чтобы свободно идти далее. Без этого они все будут путать руки и ноги хотящему право идти, кто бы он ни был. Вот почему Божья благодать, созидавшая в духе святого Антония, вводила его в брань, чтобы, скусив его, как золото в горниле, укрепить нравственные силы его и дать простор их к действованию. Врагу дан был доступ, а подвижника поддерживала сокровенная помощь. Святые Афанасии пространно описывают эту борьбу. Вражеские стрелы, говорил он, были очень чувствительны, но мужественный борец отражал их немало не колеблес. Сначала враг покушался поколебать его сожалением, что оставил мир, приводя на мысль с одной стороны знатность рода без нужды будто презренной, немалое богатство напрасно будто рассоренное, и все удобства жизни без пользы будто отвергнутые, и особенно сестру, брошенную нищем на чужие руки, без собственной его поддержки, присмотра и утешений. С другой, притрудность и жестокость начатой жизни безотрадны, непривычность и невыносливость тела, которому не устоять будто против таких лишений, и длительность этой жизни, так что и конца ей будто не видится, вдали от людей, без всяких утешений, в непрестанном самоумерщлении. Этими внушениями враг возбуждал сильную бурю помыслов, но был не только отражен твердостью святого Антония, непоколебимо стоявшего в своем намерении и в своей решимости, но и не зложен великою его верою, что все оставленное и терпимое им, ничто в сравнении с нескончаемыми благами, уготованными мироотреченным труженикам от Бога, угодить которому, удобней свободному от всех житейских и вещественных уз, и даже повержен в прах непрестанными его молитвами, привлекавшими в сердце его сладчайшие духовные утешения. Побежденный с этой стороны враг нападает на юного борца с другой, с которой привык уже он не злагать юность, начинает бороть полотскую похотью, смущая ночью и тревожа днем. Борьба была столь ужесточенна и длительна, что не утаилась даже от посторонних. Враг влагал нечистые помыслы, а святой Антоний отражал их молитвою. Тот приводил в рожжение члены, а этот охлаждал их постом, бдением и всяким себя притруждением. Тот принимал на себя ночью женские образы, всячески ухитряясь возбудить обольстительные влечения, а этот восторгался горе и созерцанием тамошних красот, равно как живейшим сознанием благородства, какого сподобляется естество наше в Господе Иисусе Христе, развеивал обманчивую прелесть. Окаянный вызывал чувство сласти от удовольствия, а блаженный восставлял противочувствие страшной горечи мук в огне вечном и от червей неусыпающих и пребывал невредимым. Докучливости безобразия нападений образовали наконец в борющемся отвращении ко всяким нечистым движениям и гнев на них сильным раздражением, что лишило врага возможности приближаться к нему и даже издали как-нибудь искушать и тревожить его с этой стороны. Ибо чувство отвращения и ненависти к страстным движениям суть огненной стрелы, опаляющая врага. Так побежден был и в этом вселукавый юностью носящую страстную плоть и отступил с посрамлением, потому что рабу Божию содействовал сам Господь, ради нас понесший плоть и в ней сокрушивший всю силу вражию, как это исповедует всякий истинный подвижник, говоря с апостолом «Не ас, но благодать я же со мною». Но у человека ненавистника не все еще истощили стрелы. Видя покров Божий над юным борцом и зная, что он осеняет только смиренных, враг замышляет лишить его сего покрова, возбудив в нем высокоумие и самомнение. Для сего является видимо в виде малого отрока черного. И с притворным унижением говорит Святому Антонию «Победил ты меня», полагая, что тот, отнесший победу к себе, возмечтает много о себе и тем прогневает Бога ему помогающего. Но Святой Антоний спросил его «Ты же кто такой?» Тот ответил «Я дух блуда, на котором лежит возбуждать рожжение плоти и ввергать в плотской грех. Многих давших обет целомудрия обольстил я, многих долгое время умерщвлявших плоть свою, довел до падения, но тобою все мои сети порваны, стрелы поломаны, и я не зложен». Тогда Святой Антоний благодаря Бога Спасителя своего воззвал «Господь мне помощник и аз воззрю на враги моя». И затем, небоязненно посмотрев на врага, сказал «Черным попустил тебя Бог мой явиться ко мне в показании черноты твоих злоумышлений и отроком в обличении твоего бессилия, потому и достоин ты всякого презрения». От этих слов дух этот как огнем палимый бежал и уже не приближался более к блаженному Антонию. Победа над страстями приближает к бесстрастию. Бесстрастие же, в какой мере утверждается, в такой приносит собою и мир душевный. А мир душевный с сладостными ощущениями, подаемыми молитвою и богомыслием, возбуждает в сердце духовную теплоту, которая, собирая к себе все силы духа, души и тела, вводит человека внутрь, где, водворившись, он ощущает неотразимую потребность быть одному с единым Богом. Это неотразимое тяготение внутрь предбога есть вторая степень духовного приспияния, и к ней-то подошел теперь святой Антоний. И до сели он бывал больше один, но к нему нередко приходил искренний его из села, а сам он хаживал то к старцам, то в сельскую церковь на богослужение, особенно литургию. Все это было сопряжено с своего рода развлечениями, как ни отсекай. Востяготевший внутрь дух святого Антония начал требовать решительного уединения, чтобы ничего не видеть и не слышать. К этому, как указывалось, душа приходит сама собою, прямым путем подвижничества, но ускоряют этот поворот и дают ему решительный толчок, какие-нибудь сильные порывы самоотвержения. Явить такой порыв святому Антонию подало случай явное нападение на него бесов. Бесы, лишаясь возможности действовать через помыслы на душу очистившуюся, начинают действовать совне, являются видимо и строят подвижнику то, чем надеются повредить ему или поколебать его добрые намерения. Благодать же Божия попускает это в видах преуспеяния подвижника, открывая ему через сто восход на высшую степень и вместе снабжая неким правом на приятие потом власти над самими духами искусительными. Это и было со святым Антонием. Самый важный всем обстоятельстве момент есть тот, когда святой Антоний, очнувшись в притворе церковном вселении, едва еще дыша, сказал своему другу «Неси меня опять в мое уединилище», ибо этим он выразил предание себя на смерть ради жизни, которую в своем лице осознавал единственно угодную Богу. Это значило то же, что и делом умереть Господа ради, ибо готовность на то была полна. Готовность на смерть ради Господа и угождение Ему есть всепобедительное оружие, ибо чем еще можно искусить или устрашить имеющего ее? Она и считается исходным началом подвижничества и крепостью во все продолжение его. Господь и Спаситель, подвигоположник наш, все дни земной жизни своей видел смерть пред Собою, но в саду Гевсиманском во время молитвенного барения Он окончательно победил ее человечеством. Страдания и смерть крестная делом совершили то, что там изречено. За этим следовало тридневное субботствование пред славным воскресеньем. Этот путь проходят все души, пошедшие вслед Господа. Первый шаг присем есть самоотвержение. Но в каких бы малых начатках оно ни было, в нем всегда есть своя доля готовности на смерть. Затем растет самоотвержение. Растет и сия готовность или сия готовность есть душа самоотвержения. Кто дойдет до такой степени готовности, какая была у Спасителя в саду, тому предлежит тотчас восхождение в духе на крест и затем субботство недуховное, за которым следует и духовное воскресение во славе Господа Иисуса. Вот это и совершилось теперь в духе святого Антония. Словами к другу несть его опять туда же, где его так мучили, он показал, что в его духе было то же, что и у Спасителя, когда он по молитве в саду сказал ученикам «Идем, все приближися предая имя». За этим тотчас следовало его удаление в дальнейшую пустыню и двадцатилетнее в ней пребывание в безмолвии, как его распятие и субботствование в духе. Лишь только оправился святой Антоний от страданий, причиненных бесами, как устремился в пустыню за два или за три дня пути от жилых мест, и там заключился в старом заброшенном капище, в котором был колодец с водою, а хлеб доставлял ему пополугодно друг его. Какие нес он здесь труды и подвиги, и что с ним было, никто не видел. Но, судя по тому, каким он вышел из затвора, должно заключить, что это было время созидания его духа, духом святым. Здесь тоже происходило, что происходит с гусеницей, когда она завертывается в куколку. Никто не видит, что с ней делается в эту пору. Она будто замерла. Но, между тем, всеоживляющая сила природы действует в ней, и в свое время из куколки влетает прекрасный разноцветный мотылек. Так и в святом Антонии никто не видел, что с ним. Но дух Божий ни для кого незримо, неведомо большую частью и для самого Антония созидал в нем нового человека по образу создавшего его. Когда кончилось время созидания, ему повелено было выйти на служение верующим. И он вышел, облеченный разнообразными благодатными дарами Святого Духа. Как Христос восстал от мертвых в славе Отчий, так Святой Антоний и шел теперь в обновленный духом жизнь. Этим кончилось образование Духа Святого Антония. Вся последующая затем жизнь его была не что иное, как плодоприношение от того, что посеяно в первые два периода его жизни. Это третий время служения во благо Церкви, как будто апостольство его. Сколь многоплодно и широко было это служение, всякое увидеть может из описания жизни его святым Афанасием. Он служил всеми дарами благодатными, а каких у него не было. Был дар чудотворений, дар власти над бесами, над силами природы и над животными, дар прозрения мыслей, дар видения происходившего вдали, дар откровений и видений. Но из всех даров самый многоплодный и обширный по приложению был дар слова, и им-то послужил он меньшей братьей своей паче всех других даров. Святой Афанасий пишет, что Бог дал Святому Антонию слово сильное, проходящее до глубин сердечных. И он умел с такой силой говорить на пользу каждому, что многие из людей знатных, военных и гражданских, люди с большим достатком слагали с себя тяготы житейские и делали с монахами. Да и кто, приходя к нему печальным, возвращался необвеселенным? Кто, приходя к нему проливающим слезы об умерших, не оставлял тотчас своего плача? Кто, приходя к гневным, не переменял гнева на кротость? Какой монах, впадавший в нерадение, побывавший в него, не делался снова ревностным и крепким в подвигах? Какой юноша, увидев святого Антония и послушав его, не отрекался от утех и не начинал любить целомудрие? Сколько дев, имевших уже женихов, издали только повидав святого Антония, перешло в чин невест Христовых? Из этого свидетельства видно, что святой Антоний не закрывал источника своего богодарованного ведения, да и приходили к нему преимущественно за тем, чтобы послушать, принять слово истины и найти себе должное руководство. И он всех по апостолу научал, обличал, умолял. Иногда обильным потоком изливалось слово его, как то, которое сохранил в его жизни писание святой Афанасий. Иногда говорил он менее пространные речи, как его двадцать кратких слов, но более ограничивался он краткими изречениями, полными смысла и силы. Эти краткие изречения в несчетном множестве переходили потом из уст в уста, составляя как бы ходящие устав подвижничества и вошли наконец в сборники отеческих достопамятностей. Иногда святой Антоний писал и послания к детям своим духовным и инокам разных обителей, в которых то изображал общие черты жизни о Христе Иисусе, то врачевал частные немощи братьей. Все исшедшее из уст святого Антония и преданное письмо и все им писанное доставит богатую пищу в душе ищущей назиданий. Дошли до нас кроме пространного слова в жизнеописании помещенного двадцать посланий к инокам, двадцать кратких слов о добродетелях и пороках, сто семьдесят глав о доброй нравственности. Его правила для монахов с двумя к тому прибавлениями и множество его изречений и сказаний о нем всегда назидательных и поучительных, разбросанных в разных отечниках. Субтитры Наставление святого Антония Великого Наставление о жизни во Христе, извлеченное из слов Его в жизнеописании святого Афанасия, из Его двадцати посланий и двадцати слов. Да будет общую всем такая преимущественно забота, чтобы начавши не ослабевать и не унывать в трудах и не говорить «долго уже времени пребывали мы в подвиге, но лучше, как бы начиная каждый день будем приумножать ревность свою». Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше – нечто перед жизнью вечную. Так что, тогда как в мире всякая вещь продается по стоимости и всякой выменивает равное на равное, обетование жизни вечной покупается за малость некую. Ибо написано «Дни и лет наших в них же семьдесят лет, а еще же в силах осемьдесят лет, и множие их труд и болезнь». Итак, если и все восемьдесят или даже сто лет пребудем мы в подвиге, то неравное ста годам время будем царствовать, но вместо ста лет будем царствовать во веки веков. Притом, подвязавшись на земле, наследие получить не на земле, но на небесах имеем мы обетование. И еще, сложив тело тленным, мы восприимем его нетленным. Не будем же унывать, и не будем думать, будто долго прибыли мы в подвиге или сделали что великое, ибо недостойной страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас. Также, взирая на мир, не будем думать, будто отреклись мы от великого чего, ибо и вся эта земля очень мала при целом небом. Поэтому, если бы и над всей землею были мы господами и отреклись от всей земли, то и в этом опять не было бы ничего равноценного царству небесному. Ибо как тот, кто бросает одну драхму меди, чтобы приобрести сто драхм золота, так и тот, кто, будучи господином всей земли, отрекается от ней, оставляет немного, а получает во сто крат более. Если же вся земля неравноценна небесам, то оставляющий несколько десятин как бы ничего не оставляет. Хотя бы оставил он при том и дом, и много золота, и тогда не должен хвалиться или малодушествовать. С другой стороны, надо подумать, что если бы не оставили мы, что имеем ради добродетели, всячески после, умирая, оставили бы то, как и оставляем часто. Даже тем, кому не хотели бы, как упомянула всем еще и экклезиаст. Почему же не оставить нам всего ради добродетели, чтобы наследовать за то Царство Небесное? По сей же причине никто из нас не должен питать в себе желание приобретать. Ибо какая выгода приобретать то, чего не возьмем с собою? Почему не приобретать нам лучше то, что и с собой взять можем? Как то? Благоразумие, справедливость, целомудрие, мужество, рассудительность, любовь, нищелюбие, веру во Христа, безгневие, странолюбие. Приобретшиеся и добродетели, мы найдем их впереди себя там, приготовляющими нам пристанище на земле кротких. Такими-то мыслями да убеждает себя каждый немалодушествовать. Наипаче же, если рассудит при том, что он есть раб Господень и обязан работать своему владыке. Как раб не осмелится сказать, по элику работал я вчера, то ныне не стану работать. И вычисляя протекшее время труда, не перестает он трудиться в последующие дни. Но каждый день, как написано в Евангелии, оказывает ту же ревность, чтобы угодить своему Господину и не попасть в беду, так и мы будем каждый день с терпением пребывать в подвиге, зная, что если один день проведем в нерадении, Господь не простит нам того ради труда в прошедшее время, но прогневается на нас за сие нерадение. Так и у Езекииля слышали мы, егда совратится праведник от правды своя и сотворит грех и умрет, в преступлении ежесотвори, в том умрет. Так и Иуда в одну ночь погубил труд всего протекшего времени. Итак, возьмемся за подвиги и не будем унывать, ибо в этом имеем мы содействователем и Господа, как написано, «Всякому избравшему благое Бог содействует во благое». Для этого же, то есть чтобы нам немалодушествовать, хорошо содержать в мысли и следующее изречение апостола «По вся дни умираю». Ибо если мы станем жить, как умирающие каждый день, то не согрешим. Изречение же сие означает вот что, чтобы мы каждый день, пробуждаясь, думали, что не проживем до вечера. И опять, намереваясь ложиться спать, думали, что не пробудемся, потому что и по естеству неизвестен предел жизни нашей. Неизвестно и то, какую меру полагает ей каждодневно провидение. Так расположившись и каждый день живя так, мы не будем ни грешить, ни иметь пухоти к чему-либо, ни воспламеняться гневом на кого, ни собирать себе сокровища на земле. Но, как ожидающие каждый день смерти, будем нестяжательны, и всем все будем прощать. Похотение же жены или другого, какого нечистого удовольствия, ни на одно мгновение не будем удерживать в себе, но тотчас будем отвращаться от него, как от чего-то мимоходящего, пребывая всегда в предсмертном, как бы, борении и прозревая день суда. Ибо сильный страх и опасение мук уничтожает приятность удовольствия и восстановляет клонящуюся к падению душу. Итак, начавши дело спасения и вступивши уже на путь добродетели, будем наиболее простираться в преднее, так, чтобы достигнуть. И никто да не обращается вспять, подобно жене Лотовой, потому особенно, что Господь сказал, «Никто же возложь руку свою нарала, и зря вспять управлен есть в Царстве Небесное». Обратиться же вспять не иное, что значит, как раскаяться, что оставили мир, и начать опять мирское мудрствовать. Не устрашайтесь, слыша о добродетели, и не чудитесь о имени сем, ибо недалеко от нас и не вне нас, а в нас есть дело сие, и оно удобно, если только захотим. Эллины отправляются в чужие края и переплывают в море, чтобы изучать науки, а нам нет нужды отправляться в чужие края. Царствие ради Небесного не переплывать моря ради добродетели, ибо Господь предотвратил это, сказав «Царствие Небесное внутри вас есть». Поэтому для добродетели нужно только то, чтобы мы ее захотели, так как она в нас есть и из нас образуется. Ибо коль скоро душа разумная находится в естественном своем чине, то в то же время в нас есть и добродетель. Душа находится в естественном своем чине, когда пребывает такую, какую сотворена. Сотворена жена весьма добрая и правая. Посему Иисус новин, давая заповеди, и говорил народу «Исправите сердца ваши ко Господу Богу Израилеву», а Иоанн «Правы творите стези». Правой же душа бывает, когда разумность ия находится в естественном своем чине. Когда же она уклоняется и нуды, и не извращает чин, требуемый естеством, тогда это называется злом в душе. Итак, незатруднительно это дело добродетеля, ибо если мы пребываем так, как созданы, то находимся в добродетельном состоянии. А если замышляем худое, то нас справедливо называют злыми. И если б совне надлежало заимствовать сие дело добродетели, то, конечно, оно было бы затруднительно. Но если она в нас есть, то будем только хранить себя от худых помыслов и соблюдать душу свою Господу, как принятый от Него залог, чтобы Он признал ее творением своим, увидев, что она такова, какую Он ее создал. Будем бороться с собою, чтобы не тиранствовал над нами гнев и не властвовала похоть, ибо написано, «Гнев мужа правды Божией не соделывает, и похоть за ченши рождает грех, грех же содеян рождает смерть. Но, ведя такую жизнь, будем крепко трезвиться и, как написано, всяким хранением блюсти свое сердце, ибо имеем страшных и вселукавых врагов, злых демонов. И с ними-то у нас брань, как сказал святой апостол, несть наша брань крови и плоти, но к началам и к властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным. Великая их толпа в окружающем нас воздухе, и они недалеко от нас. Великая также есть между ними разность, но о естестве их различия слово было бы очень продолжительно, и при том говорить о всем более прилично тем, кои выше нас, чем нам. Нам же, ныне нетерпящая отлагательства, настоит нужда узнать только их против нас козни. Итак, во-первых, знаем, что демоны не в таком созданном состоянии, из-за которого называются демонами, ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но не спадшие от небесного мудрования и вращаясь уже около земли, эллинов прельстили привидениями. Нам же, христианам завидуя, все приводят в движение, в желании воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, чтобы не взошли мы туда, откуда они не спали. Посему потребно и молиться много, не подвязаться, чтобы, прияв от Духа дарование рассуждения духовом, можно было узнать касательно их, какие из них меньше злые и какие больше, о каком деле каждый из них имеет заботу, и как каждого из них можно не злагать и изгонять. Ибо много у них козней, и много из воротов их наветливости. Блаженный апостол и последователи его знали сие, говоря, не неразумеваем бы умышлений его. Мы же, в чем были от них искушены, в том должны взаимно друг друга предостерегать. Вот и я, в самой части испытавший их козни, говорю вам о том, как детям. Они, коль скоро увидят и всякого христианина, а тем паче монаха, пребывающим в труде и преуспеянии, то первее всего покушаются и пытаются положить на пути соблазны. Соблазны же их, суть – злые помыслы. Но нам не должно бояться этих внушений их, потому что молитвами, постами и верою в Господа враги тотчас не злагаются. Впрочем, и будучи не зложены, они не успокаиваются, но тотчас опять приступают с коварством и хитростью. Когда они возмогут обольстить сердце явно нечистыми пожеланиями, то иным опять образом нападают. Именно. Устраивают разные привидения, чтобы устрашить, для чего притворяются в разные виды и принимают на себя образы жен, зверей, присмыкающихся, великанов и множество воинов. Но и таких привидений не должно бояться, потому что они – ничто, и тотчас исчезают, коль скоро кто оградит себя верою и знаменем креста. Впрочем, они дерзки и крайне бесстыдны. Почему, если и в этом бывают побеждены, то нападают иным еще образом. Принимают на себя вид прорицателей и предсказывают, что будет спустя несколько дней, также показывают себя высокими, чтобы кого не могли прельстить помыслами, уловить хотя такими привидениями. Но не будем слушать демонов, как чуждых нам. Не станем слушаться их, хотя бы они возбуждали нас на молитву, хотя бы говорили о постах. А будем внимательнее смотреть на цель нашего подвижничества и не будем обольщены ими, делающими все с лукавством. Бояться же их не должно, хотя бы казались они наступающими на нас, хотя бы угрожали смертью, потому что они немощны и ничего более сделать не могут, как только угрожать. Все попечение надобно прилагать более о душе, а не о теле. И телу уступать по необходимости малое время, все же остальное посвящать наипаче душе и искать ее пользы, чтобы не увлекалась она телесными сластями, но паче себе порабощало тело. Все это и значит, сказанное спасителем, «Не пицитеся душею вашую, что ясте, не телом во что обличетеся. И вы не ищите, что ясте, или что пьете, и не возноситеся. Всех бы сих языцы мира сего ищут, ваш же Отец весть, як утребуетесь их. О баче, ищите прежде всего царствие Его, и сия вся приложится вам. Веруй в Господа и люби Его. Храни себя от нечистых помыслов и плотских удовольствий, и, как написано в притчах, не прельщайся насыщением чрева. Бегай тщеславие, молясь непрестанно. Пой псалмы перед сном и после сна. Изучай заповеди, данные тебе в Писании. Содержи в памяти деяния святых, чтобы памятующие заповеди душа твоя, ревность святых имела для себя образцом. Особенно старайся исполнять апостольское наставление «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И думай, что это сказано вообще относительно ко всякой заповеди, чтобы не заходило солнце не только во гневе, но и в другом грехе нашем. Ибо хорошо и необходимо, чтобы не осуждали нас ни солнца за дневной проступок, ни луна за ночной грех, и даже за худое помышление. Чтобы соблюсти себя от этого, хорошо выслушать и сохранять апостольское слово «себе искушайте». Поэтому пусть каждый ежедневно дает себя отчету в дневных и ночных своих поступках. Если согрешил, да перестанет грешить. Если не согрешил, да не хвалится тем, но да пребывает в добре и не предается нерадению, и ближнего не осуждая, и себя не почитая праведным, донде же приедет Господь, испытующий тайны. Нередко и от нас самих бывает сокрыто, что делаем мы. Но хотя не ведаем всего мы, но Господь видит все. Посему суд, предоставя Господу, будем сострадательны друг к другу, станем носить тяготы друг друга и истязать самих себя. И в чем мы недостаточны, постараемся то восполнять. К ограждению себя от греха будем соблюдать еще следующее. Пусть каждый из вас замечает и записывает свои поступки и душевные движения, как бы с намерением сообщить это друг другу. И будьте уверены, что стыдясь известности, непременно перестанем грешить и даже содержать в мыслях что-либо худое. Ибо кто, когда грешит, желает, чтобы это видели? Или кто, согрешив, не пожелает лучше солгать, только бы утаить грех? Как наблюдая друг за другом, не станем творить блуда, так если будем записывать свои помыслы с намерением сообщить их друг другу, легче соблюдим себя от нечистых помыслов, стыдясь известности. Итак, записывание дозаменит для нас очи наших сподвижников, чтобы, чувствуя при записывании такой же стыд, какой чувствуем, когда смотрят на нас, и в мысли мы не держали чего-либо худого. Если так будем образовывать себя, то придем в состоянии порабощать тело свое, угождать Господу и попирать козни врага. Думаю, что благодать Духа Божия скорее исполняет тех, кои от всего сердца вступают в подвиг и с самого начала определяют себе стоять и ни за что не уступать место врагу, ни в какой брани, пока не победят его. Впрочем, Дух Святой, призвавший их, сначала все делает для них удобным, чтобы усладить таким образом вступление в подвиг покаяния, а потом показывает им пути его во всей истине, притрудности. Помогая им во всем, он впечатлеет в них, какие несть труды покаяния, и полагает им пределы и образ, как в отношении к телу, так и в отношении к душе, пока не приведет их к совершеннейшему обращению к Богу, Творцу Своему. Для этого он постоянно возбуждает их к тому, чтобы притруждать тело свое и душу, дабы то и другое, равно осветившись, равно соделались достойными, и наследие жизни вечной. Приутруждать тело постоянным постом, трудом и частыми бдениями, а душу – духовными упражнениями и тщанием во всех служениях и послушаниях, совершаемых через тело. Об этом, чтобы ничего не делать небрежно, а все с отчанием и страхом Божиим, надо бы настараться при всяком телесно совершаемом деле, если желаем, чтобы оно было плодоносно. Изводя на подвиг кающегося, Дух Божий, призвавший его к покаянию, подает ему и свои утешения и научает его не возвращаться вспять и не прилепляться ни к чему из вещей мира сего. Для этого он открывает очи души и дает ею зреть красоту чистоты, достигаемой трудами покаяния, и через то возгревает в ней рвение к совершенному очищению себя вместе с телом, так, чтобы оба стали одно по чистоте. Ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святого, чтобы очистить их совершенно и возвести их в то первобытное состояние, в котором находились они до падения, истребив в них все примешанное с завистью дьяволю и так, чтобы не оставалось в них ничего вражеского. Тогда тело станет во всем покорствовать велением ума, который будет властно определять его в пище и питье, и сне, и во всяком другом действии, постоянно научаясь от Духа Святого, по примеру святого апостола Павла, умерщвлять тело свое и порабощать. Субтитры создавал DimaTorzok